Здравствуйте, Аскар Бедагирович! Здравствуйте! Мне очень приятно видеть вас сегодня у нас в гостях. Год 80-летия у вас. Конечно, я поздравляю вас с этой прекрасной датой. Как правило, когда у человека такой солидный юбилей, у него спрашивают о каких-то итогах. Но я не хочу про это у вас спрашивать, потому что ваши итоги, они все в книгах. В ваших учениках. Я хочу у вас спросить, оглядываясь назад, вы выбрали вот этот путь творческий, вот такой профессиональный? Обязательно. Я другого пути не видел и не искал. Аскар Бедагирович, у вас очень много ипостасей. Вы работали в самых разных направлениях. Лично я считаю вас человеком, даже могу, смотря вам в глаза, сказать, приносящим людям добро, настоящим интеллигентом, вот в самом лучшем смысле этого слова. Но если посмотреть ваш профессиональный путь, вы, конечно, блестящий историк, занимаетесь вопросами прошлого, вы общественный деятель, вы организатор высшего учебного образования в нашей республике, вы, помимо этого, поэт, публицист. Мне бы хотелось узнать, вы кем себя все-таки в большей степени читаете? Я где-то читала заголовок, где было написано «Одна, но пламенная страсть – история». Вы все-таки историк? Ну, прежде всего, я, наверное, историк. Историк, преподаватель и ученый. Все у меня шло параллельно. Я даже если работал сначала проректором по учебной работе в университете, в институте, а затем ректором, все равно каждый год я параллельно занимался исторической наукой, исследованием истории Великой Отечественной войны. Главная задача направления моей научной специализации – это исследование истории участия карачаевского народа в Великой Отечественной войне. Огромную часть своей профессиональной деятельности, своей жизни вы посвятили теме депортации карачаевского народа. Вы один из немногих людей, которые действительно смогли отразить ту действительность. Вы сами это прошли, ваши близкие это прошли. Конечно, идея тут понятна – показать прошлое нашим детям. На ваш собственный взгляд, насколько вам удалось передать вот все, что произошло с карачаевским народом? Удалось, потому что многое я сам видел в Средней Азии, и оттуда вернулся учеником седьмого класса. Все там, что происходило, видел, знал и помню до сих пор. Поэтому все я показываю, как действительно было, а почему народ депортировали. Я по архивам лазил, смотрел документы, переписку Сталина, Берии, Суслова. Все это я в руках держал документы, телеграмму Берии и Сталину после депортации карачаевского народа. Он ему пишет «На примере депортации карачаевского, я убедился, что количество вагонов в значительной мере можно сократить за счет уплотнения». А что это уплотнение? Согласно постановлению правительства, депортированным народам разрешало с собой брать до 500 килограмм вещей, в том числе даже мелкий инвентарь. А уплотнение Берии, все это от металла, никаких 500 килограмм, сумочку на дорогу, еду, одежду и все. Вот он, люди, которые встречали там сотрудники органов, они прямо пишут, карачаевцы приехали без ничего, у них нечего есть, потому что здесь скотину сдали, а справки на то, что сдали, не выдавали карачаевцам. И там тоже нечем было кормиться. Вот отсюда карачаевцы больше потерпели затруднений, бед, страданий, голода, холода. Все это надо было в архивах раскопать, познакомиться и выдать народу правду. Единственный народ, который так серьезно трудился, три героя социалистического труда за годы депортации. Мало того, еще 26 человек были награждены высшим орденом Советского государства, орденом Ленина, за труд. Это ни в какое сравнение с другими народами не идет. Когда в 56-м году по заданию ЦК партии изучали, послали людей в Среднюю Азию, чтобы узнать у народа, это интеллигенция хочет, или весь народ хочет вернуться на свою историческую родину. Они ездили по населенным пунктам, по городам, по республикам, по районам, спрашивали, убедились, что весь народ хочет. И прислали комиссию сюда, на прежнее место жительства, на Северный Кавказ, на бывшую территорию Карачаевской автономной области. И убедились, после отъезда карачаевцев в карачаевских населенных пунктах, если остались дома, только около 25-30%. Остальные были развалены. Карачаевцы оставили 103 колхоза, а когда мы вернулись, всего 3 или 4 колхоза обшарпанных остались. Вот какой ущерб был нанесен экономике территории, на которой жили карачаевцы. Также я хочу отдельно поговорить о том, что вы являетесь, как я выше сказала, организатором высшего образования в Карачаево-Черкесии. Я хочу спросить, насколько это было вам нелегко открывать новые факультеты, открывать новые специальности, преобразовывать университет, привлекать специалистов. Насколько это было нелегко для вас? Да, было нелегко, потому что помощников мало было. Работники партийных советских органов, даже представители карачаевского народа, они сторонились, никто не помогал, приходилось все брать с боем. Правда, очень меня хорошо понимали и очень хорошо помогали Министерства образования Российской Федерации, министры, заместители министров. Я добился включения, преобразования института в университет, в постановление правительства по реабилитации карачаевского народа. И уже имея на руках постановление правительства о реабилитации карачаевского народа, об оказании помощи карачаевскому народу, мне было легче. Уже доходило дело до того, что первый замминистра Болотов при встрече Аскер Дагирович по этому постановлению, чем тебе еще помочь, спрашивал. Все, что я говорил, он делал. Но я тоже не просил невозможное, я просил возможное, то, что можно сделать. Я не брал на работу ни одного преподавателя и в университет, и в Карачаевский институт экономики и управления, с ним хорошо не попреседовав. В процессе беседы я все выяснил. Человек случайный или человек, который думает, стремится к добру, к знаниям, обладает ли сам знаниями, как он может передать, не передать. Почти не было ошибок в подборе кадров. Когда человек знакомится с вашим творчеством, он сразу понимает вашу миссию. На мой взгляд, это миссия сохранить нашу историю, чтобы люди не забывали, откуда они родом, кто они есть на самом деле. А есть ли у вас в жизни какой-то девиз? Кредо, наверное, вот как-то так. Вдохновляет служить народу. Свой народ, который без вины так сильно пострадал. Вот и хочется сделать все возможное, что в моих силах, чтобы мой народ получил то, что ему положено. И, конечно, я не хочу вас отпускать без вашего совета, без вашего наставления. Вы самый настоящий наставник подрастающему поколению. Спасибо за такую оценку. Вот я смотрю на нынешнюю молодежь, на студентов. Мало студентов, есть студенты, но их мало, которые действительно хотят получить знания, стремятся, предлагая все свои усилия, чтобы получить знания. А надо бы всем, всем пять лет учиться в высшем учебном заведении и терять время даром, это для самого себя, для каждого студента, он совершает преступление, если он не старается, не берет все, что возможно. Богом и судьбой, родителями данное время, пять лет учебы, надо все выжимать, из себя все соки, и что получит системные хорошие знания. Аскер Бедагирович, я благодарю вас за это интервью. Спасибо еще раз, что нашли время. Прежде всего, я вам желаю долголетия, дальнейших творческих успехов. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам.